Действующие сотрудники ФСБ России рассказали губкинским и старооскольским школьникам о своей работе. День образовательных организаций Федеральной службы безопасности нашей страны провели в 34-й школе. Старшеклассники этого и других учебных заведений узнали об условиях поступления в специальные вузы, особенностях обучения и преимуществах службы. На сегодня в России действует 13 подведомственных ФСБ высших учебных заведений. Одно из старейших – Голицынский пограничный институт, основан в 1930 году. Ходит в десятку лучших военных вузов. За многолетнюю историю из стены этого учебного заведения вышли десятки тысяч высококлассных специалистов. Вписать и свое имя в летопись вуза намерен Евгений Пьяных из Губкина. Я люблю свою родину, хочу ее защищать. С детства была такая мечта. А в семье вообще есть военные или вы первый будете? Я первый буду. Династию откроете? Да. Для того, чтобы туда поступить, что нужно? Ну, в первую очередь, психологическая подготовка. То, что ты должен знать, почему ты туда поступаешь и зачем. Потом физическое. Ну и, конечно, знания школьные. В зале – 11-классники староскольских школ и курсанты военно-патриотических объединений региона. О целях и задачах ведомства им рассказали действующие сотрудники Федеральной службы безопасности. На пути национализма, международного терроризма, наркопрактика, контрабанды, эффективно продемонстрирование законной миграции и освещение наших природных богатств. Юношам и девушкам показали фильмы об особенностях обучения в Голицынском пограничном институте и о непосредственной работе самой элитной структуры органов безопасности. Многие из находящихся в зале уже готовы связать свою жизнь со службой родины. Другие только сегодня впервые задумались об этом. Это всегда являлось моей мечтой. Это является на данный момент моей целью. Это твердое решение, которое было принято мной, моей семьей. Моя семья, конечно же, поддержала меня. Прежде всего, они были очень рады за меня. Это непосредственно всегда важна поддержка. Нужно всегда быть уверенным в своем ребенке. У меня это помогает очень сильно. Меня эта тема очень затянула, поскольку сама профессия ФСБ России и работать именно в этой сфере службы охраны на границе – это очень интересно. И нам показали также два фильма, которые являются сами по себе интересными и очень затягивающими. Задать вопросы ребята могли и ветеранам погранслужбы. Боевой майор, командир вертолетного звена авиации погранвойск Анатолий Корзюк награжден орденом Красной Звезды, медалями за боевые заслуги и за отличие в охране госграницы СССР. Выйдя в отставку, поселился в Старом Осколе. Вспоминает, что в Афгане вертолетчиков называли ангелами-хранителями, ведь часто именно от них зависел исход боевых операций. Я со школы знал, что я буду военным. Служба моя в основном прошла в Афганистане. Совершил я 924 боевых вылета. В 33 года выслуги у меня было 26 лет. Я посмотрел как-то летную книжку, один день было 12 боевых вылетов. У меня очень много крестников. Мы вытаскивали ребят с разных ситуаций. Будущие абитуриенты также пообщались со студентами и преподавателями Голицынского пограничного института. Уточнили условия поступления. Анна Семенова, Алексей Грачев, Мария Шелепова, 9 канал.